Девочки, всем привет! Привет, дорогие мои! Экстренное включение. Ну, на самом деле, не экстренное. Просто сейчас не планировала снимать, но сегодня планировала. Сейчас ужаснулась и думаю, а почему бы с вами не проделать эксперимент? Давайте я начну с того, что у нас было. Видите, получается так, что сейчас редко снимаю. Приходится только рассказывать, чем занималась. В выходные ездили на дачу. С ночёвкой. У нас, в принципе, никогда не было такого, по-моему, ни разу, чтобы мы в мае, вот вообще середина мая, да, поехали на дачу с ночёвкой. Ну, как бы рано. А тут поехали. Отлично провели время. Правда, я очень устала, но не в этом суть. Смотрите, у нас же в доме, в нашем шикарном дачном доме, порядок я так и не навела. Почему? Было холодно, не было электричества. От электричества вода, ну, соответственно, зависит, да? И если вот в прошлом... Я ещё думаю, почему в прошлом году я приезжала, я там наводила порядок. Девочки, я забыла, почему так? А в прошлом году Арсений ходил в сад. То есть меня Лёша с утра привозил, вечером, когда забирал детей из сада, приезжали за мной. То есть у меня дела там делались. А здесь, получается, сейчас я не могу ехать. Даже вот мы сидели, разговаривали, я говорю, так, а если завтра... Нет, не завтра, ну, как-то тут говорю, ты привезёшь меня на дачу, и на целый день. Он говорит, да. И я такая думаю, блин, Арсений придёт со школы. Знаете, я его не оставляю одного дома. Ну, как-то, я не знаю, это же дело привычки, да, стоит один раз начать. Я ему доверяю, я не переживаю. Тут у меня был момент, когда мне нужно было уйти, а ему надо было на тэквондо идти. Он же на тэквондо ходит сам. Ну, я его провожаю, да, он ходит сам. А тут получается, что мне нужно было уйти, а ему на тэквондо через полтора часа нужно было. И я, короче, его достала. Я даже время перепутала. Я говорю, ты уже ушёл. Он говорит, да, мам, я не ушёл, ещё рано. А он, знаете, как собирается, допустим, ему на тэквондо в 16.30, а он выходит, одевается в 15.47, чтобы в 15.50 выйти. Две минуты идти. Рядом же. Но дело в том, чтобы спокойно зайти, спокойно занять место. Ну, потому что раздевалка небольшая, наруду там достаточно, а он любит, когда у окна, спокойно переодеться. Ну, Лёша тоже такой же, что лучше он подождёт, чем его будут ждать. Вот. А потом Лёша привозит Федю, и они идут на тэквондо. И здесь тоже. Я Лёше пишу. Арсений уже ушёл на тэквондо. А Лёша мне пишет, ты что, время-то? Я говорю, он всегда так ходит. А потом такая, говорю, блин, я перепутала. Ну, я просто переживала то, что когда я уходила, дала ему ключик, говорю, закрой и всё. Хотя ведь в магазин он ходит. Карточку я ему даю, иногда наличку даю, там, допустим, даже крупные деньги. Ну, вот сам факт, понимаете? И здесь получается то, что, ну, если он придёт, вот сейчас он в школе, да, у них занятия, да, 11.35. Грубо говоря, в 12 часов он приходит. Иногда он мне звонит и говорит, мам, можно я погуляю там на улице? Возле школы там с детьми. Я говорю, погуляй, когда пойдёшь, позвони мне. Ну, чтобы время-то я как бы контролировала, сколько он будет идти, чтобы не переживать. А здесь я девчонки, ну, оставила его дома. Ну, нет, он говорит, мам, всё нормально, что ты переживаешь, девчонки. Ну, блин, дети выросли. Федя для меня ещё до сих пор маленький. Вообще маленький-маленький. А на самом деле-то я понимаю, у него шутки взрослые уже. Я не могу поверить в это на секундочку. Ну, ладно. Что хочу сказать. В общем, на дачу мы не ездили. Ну, я не ездила, не могла ездить. И не могу, и не могу, понимаете. Либо это школу прогулять надо, ну, тогда и сад тоже, потому что Федя обидится. Не знаю, может быть, мы это и сделаем. Но сейчас уже школа заканчивается, уже вроде прогуливать не хочется. Но, с другой стороны, потом он будет в школьный лагерь ходить до обеда. Он сам захотел. Вот, ну, посмотрим. Лагерь-то можно будет прогуливать? Там мероприятие будет в какие-то дни. У меня даже расписание уже есть, когда что будет. Поэтому, в принципе, в день, когда не будет мероприятий, можно... Сейчас пойду в туалете у нее, за ним уберу. Можно будет прогуливать, наверное. Ей, конечно, нежелательно. Ну, знаете что? В любом правиле есть исключение. Согласитесь? Вот, так что я говорю? Леша говорит, давай поедем на дачу. Погода хорошая. У нас только наладилась погода. Я говорю, там не убрано. Он говорит, ну, успеешь убраться там. Я говорю, ты понимаешь, мне нужно столько всего сделать. Ну, просто, ну, как бы, блин. Я говорю, ладно. Давайте, поехали. Собрались. Цветы на балконе стоят. Почему? Потому что я понимала, что я их не посажу. С другой стороны, я почему-то не подумала про то, что мы же с ночевкой, на следующий день их можно посадить. Ну, в общем, цветы на балконе, им там душно, они же там не растут в этих лоточках. Я за них очень переживаю. Я только их поливаю каждый день, потому что на балконе жарко, когда солнце светит. Ладно. В общем, что я хочу сказать. Приехали мы на дачу. Как затянуло, мы уже подъезжаем к даче, как затянуло, как пошел дождь. Ну, он недолго шел, но в любом случае я такая, ну, блин. А потом я не снимала, потому что я понимала, вы понимаете, да, это время затратное, когда ставишь камеру, или когда отвлекаешься, сделать много чего нужно. Мы с друзьями договорились, что они к нам придут. Ну, поэтому не снимала. Но это я вас сфотографировала, когда я захожу на участок, что у нас там происходит. Что у нас там поле одуванчиков. Красота, девчонки. Вот мне очень нравится. Еще эти незабудки цветут голубые. Очень красиво. И дождик тут небольшой. И Арсений говорит, мам, как красиво. Мне нравится именно то, что все зеленое, все в одуванчиках. И вот эти... Мне даже нравится вот... Я май люблю, потому что оно цветает. Цвета, вот эти зеленые цвета, они отличаются, да? Не сходила, да? Пришла, села. Отличаются по цвету. Не сходила. Я знаю, что не сходила, раз она нервничает. Вот. И кустики, они еще не сильно большие. Но мне нравится, когда уже все такое разновысокое. Но вот здесь вот прямо сейчас тюльпаны цветут. Пять штук. Ну ладно. Ну что, Леша косил. Электричество у нас отключали раз двадцать пять. Тридцать. Не знаю, сколько. Он нервничал, потому что толком, ну, не покосишь. Дождь, я говорю, он был сильный, но он прям быстро закончился. И солнышко светило. А я, девочки, зашла в дом и ужаснулась. Ну, понимаете, когда один момент, когда ты заходишь, просто приехала наездами, там, шашлык пожарила, уехала. Ну, как бы ладно, фиг бы с ним. А здесь-то мне нужно продукты разложить в холодильник. В холодильник зиму всю стоял открытый. Не вот так, Настя ж, по-моему. Ну, не суть. Не закрытый он стоял. Он грязный. Я не знаю почему. А, знаю почему. Морозилка потекла. После того, как мы его выключили, да, оно текло все вниз. И там плесень. Я не скажу, что ее много. Как вот, если бы, ну, от сырости, от всего, плесень там была. Потом посуда, у меня посуда была помытая хорошо, но чашки были не помытые. Сковородка, казалось бы, с крышкой помытая, но она была не помытая. А мне нужно было приготовить так, чтобы, ну, сделать все сразу, чтобы на утро у нас омлет, яйца жареные с колбасой были, чтобы сковородка уже была чистая. Соответственно, чтобы я ее, ну, либо Леша, вообще Леша жарил, потому что я решила спать. Вот, дети встали, он сразу яйца, колбасу. Ну, все сделал, чтобы ему не, естественно, не бегать, не мыть, чтобы все было приготовлено, все чисто. Столешница. А еще я напомню, на секундочку. В прошлом году у нас нашествие там было одной твари. Вот, и я же вообще брезгливая. Вообще, в принципе, брезгливая. Ничего, следов никаких не осталось. Ну, я же тогда убирала все. Но все равно у меня вот это вот осталось в памяти. Мне надо было бы три комплекта постельного белья поменять. У нас все было пленкой накрыто. Я это все сняла, естественно, поменяла. И вот вы знаете, девочки, ну, баночки все нужно было помыть. В общем, дел много нужно было сделать. Столешницы, полочки, чтобы, знаете, где-то что-то куда-то положишь. Не так вот, что сюда не клади, туда не клади. И там это вот, ну, все дела. И, а мы приехали в обед. В этом мне помогал пятновыводитель Изи Клин, девчонки. Причем он мне помогал, я его тестировала. Впервые вот этой упаковкой пользуюсь. Это вообще впервые кислородный пятновыводитель у меня такой. Я его тестировала дома. Вы знаете, что я белое белье стираю в машинке, бюстгальтер, у меня один белый, секундочку, тоже стираю в машинке, теряет цвет. Раньше я боялась белого белья, а сейчас нет. Вообще, в принципе, белого ничего не боюсь. То есть, вообще меня это не парит, потому что есть кислородный пятновыводитель. Вот если, когда белье становится серым цветом, он выбивает серый цвет. То есть, пару стирок, уже серое, замочил, там на полчасика постирал, и уже белое. Так что отлично. Я, вот я его тестировала, я не снимала, поверьте мне на слово, отлично работает, потому что кислород вот этот вот выбивает всю серость. С пятнами фото хорошо справляется. Что я говорю? Я подумала, блин, мне столько там делать, возьму его на дачу. Я отсыпала в баночку, отсыпала прямо в баночку, видите, здесь литр объем, килограмм, килограмм. Сейчас у меня половина, потому что я отсыпала, чтобы его весь не брать. Мало ли, думаю, потом забуду, оставлю там, а он мне дома нужен. Это же универсальный пятновыводитель, который заменяет десятки средств. И я вскипятила воду с горем пополам. Я не могла мыть в холодной воде, вода-то еще ледяная в колодце. Я вскипятила воду, две кастрюли. У меня там два тазика. Залила, поставила там посуду. У нас оставалась кое-какая грязная посуда с прошлого раза, именно тарелки. Я просто, значит, положила в кипяток одну ложку этого пятновыводителя. Соответственно, все забурлило, реакция пошла. Я положила тарелки. В другой тазик я налила, у меня была от сковородки крышка. Я положила часть сковородки, потому что она не влезла в тазик, и крышку на дно. А крышка была липкая. Вроде бы она чистая, но она была липкая, грязная. Девочки, и у меня еще есть такое эмалированное ведерко. Поставлю пока. И что я сделала? Тоже в ведерко налила воды, развела пятновыводитель. Соответственно, воду довела до комфортной мне температуры, и я начала мыть холодильник. Я просто... Ну, я не знаю, как мне пришла такая идея, потому что в прошлом году я его прыскала, ну, там, средством, которое, во-первых, вонючее, а во-вторых, хомстаром, вспомнила, его долго смывать. А вот эти все решеточки, у нас не стеклянные полки, а решеточки, полочки, которые, вот эти вот, на двери. Я их, кстати, тоже замачивала. Отлично просто. Вот, понимаете, я тряпочкой, даже не губкой, а просто тряпочкой, ну, сырой, да? Вот я макаю тряпочку, а потом я все сполоснула. Так быстро я справилась. А в этот момент у меня посуда отмывалась. Я взяла, достаю посуду, она просто чистая. И, естественно, я ее просто осталось сполоснуть, и все. А обычно я мою там либо содой, ну, после соды белесый вот этот налет, там все. Он не оставляет разводов. Столешницу также, вот эта вот вода, которую я, ну, я прям пользовалась активно, в тазик. Все столешницы, все полочки, все стеновые панели. А у меня же там плитка, стена была в брызгах. Вы знаете, просто вытирала, и все. Плитка у нас керамическая. Виктория из Америки, дорогая моя. Спасибо тебе. Как раз вот она, казалось бы, чистая, но такая немножко припыленная была, хотя в коробке лежала. Я стала ее вытирать, она не... Ну, когда-то что-то убегало, мне казалось, что она чистая. Девочки, я вот этой тряпочкой. Не губкой, чтобы тереть, а тряпочкой просто вот так хоп-хоп. Дальше столешницу вытираю, хоп, с плиты вытерла, и все. Так что вот кто живет в частном доме, на даче, да вообще, вот прямо очень рекомендую иметь кислородный очиститель. Вот вы просто не представляете, как он помогает в быту. Прямо серьезно. Вот даже не запариваешься, не думаешь о том, что... Как вот бутылочки. У меня стояли бутылки просто на столе, так остались стоять. Помните, я наливаю в стеклянные бутылки воду кипяченую? А они были без крышек. Как мне их там внутри помыть? Просто сплоснуть нет. Я просто чуть-чуть насыпала, кипятка залила. Пшшш, у меня реакция пошла. Все, там были какие-то мошки, грязь какая-то, пыль. Ну, в общем, за зиму накопилось. Я настолько быстро все это девочке сделала, что я была в шоке. Я почему его и взяла сейчас, потому что взяла, думаю, буду добавлять, и надо вам рассказать. А еще что? Показать. Я надеюсь, что он справится. Девочки. У меня вода греется. Сейчас, девочки, я ужаснулась. Покажу, чего я боюсь больше всего. Элис, легла. Легла на то, что я вам хотела. Ну-ка. Федина штаны. Девочки, офигенного качества. Lucky Child. Я, кстати, сделала еще один заказ. Намеренно, потому что он скоро вырастет из них. Пока там размеры есть, там размеры, по-моему, до 134-го. В общем, очень классное качество. Светлые. И он пришел тут из сада и говорит, я погуляю. Я говорю, приди, переоденься. Я говорю, ты испачкаешься, ты в светлых штанах. Он говорит, нет, мам. Там, девочки, он пришел молча. Обычно это, знаете, как происходит. Он переодевается и бросает на свой стул одежду. Ну, а носки, причем в ванну. А здесь, ну, как-то я не обратила внимания. В общем, я полезла в корзину. Я полезла в корзину, и мне стало плохо. Вот штанишки, девочки. Я не знаю, отстирается это или нет. Оно почти неделю лежит в корзине. И вы понимаете, здесь же красный цвет. А этот пятновыводитель разводится в горячей воде, ну, практически в кипятке. Нет, суть в чем, что его можно до комфортной температуры потом разбавить, да, сначала в кипятке заварить. Реакция пойдет, а потом... Но дело-то в том, что я не знаю, сработает ли в теплой воде, ну, в такой 60 градусов. Вы просто посмотрите на эти штаны. Вам плохо видно? Я сейчас буду, когда это... Я вам покажу. Опа, на попе, где он там сидел. Что здесь? Девчонки, штаны просто идеальные. Они мягенькие, такие хорошие. Я говорю, я как увидела, и он мне этого не сказал. Ну, в общем, его можно использовать как для белого, так и для цветного белья. Соответственно, то, что здесь красное, а это хлопок стопроцентный, как здесь заявляет производитель, я надеюсь, что вот этот красный цвет не покрасит мне вот эти штаны. Ой, ну просто, девочки, оно везде. Я не знаю, что это. У меня там еще бейсболку положила. У меня же в кастрюле вода закипает. Соответственно, я сейчас здесь в раковину прямо положу. А потом эту воду вылю в раковину. Она там с трубами тоже проделает. Кстати, все жиры от грязи. Ну, в общем, сейчас мы с вами сделаем. Пойдемте! Так, девочки, и еще хотела показать. Вот это полотенце. Я, конечно, такие полотенца никогда не беру на дачу. Нет, я пользуюсь ими дома. Ну, потому что для дачи мне такие жалко. Знаете, что с ним? В общем, я огурцы, помидоры помыла, в него завернула. Ну, как бы вытерла, завернула. Понимаете, да? И когда лежит полотенце, вытирали все, кому не лень. Я не знаю, что тут за пятна. На самом деле здесь просто, ну, просто. Естественно, его нужно реанимировать. Естественно, фокус не ловит. Вот просто показываю, действительно. Ну, я сейчас вместе со штанами просто положу, поэтому вам показываю. Так, кепка Федина. Но, знаете, я обычно кепки стираю в посудомойке. Я уже говорила по этому поводу. Кстати, с дачи расческу взяла уже, по-моему, ну, тоже положила этими щетинками вниз. Кто-то мне писал, что это не-не-не-не-не. В общем, девочки, все нормально. И, в общем, кепка. Я ее тоже сейчас положу, потому что посудомойка вот эти пятна не отмоет точно. Вот. И кастрюля. Я брала с собой кастрюлю туда. Картошка подгорела. Видите, это картошка. Она, вот эта кастрюля, вымылась в посудомойке. На самом деле она не была белая, потому что вот эта вот эмалированная она. И у меня большая еще есть в ней суп. Тоже коричневатая. Вот я сейчас ее тоже постараюсь отмыть. Вот это вот пятна, они, знаете, какие? Ничего нет, на ощупь не ощущается. Все гладенько. Ну, я очень надеюсь, что кастрюля еще послужит. И, девочки, моя любимая чашка. В посудомойке ее мыть нельзя. Это после чая. На секундочку. Со средством я ее сегодня не мыла. Ну, вчера. Потому что... Потому что не мыла. Вот. Видите, дно нормальное. Это реально моя чашка. И это не от кофе, это от чая. И что я хочу сказать. Сейчас я просто сполоснула, я кофе пила. Сполоснула, кофе-то быстро смывается. Именно чай. Можно кухонные... А, вот. Кухонные приборы, девочки. Были жирные какие-то вилки. Я их тоже положила с посудой. Отлично, просто. Между зубчиков все хорошо почистилось. Поэтому вот прямо очень хорошо выручает этот очиститель. Так, ладно, вода закипает. Вода закипает. Просто я на минимум ставила специально, чтобы, ну, говорить, чтобы не шумело. Можно... Ну, ну, и не сильно шумит, да? Сейчас закипит. А, ну все. Сейчас я сюда тоже воду поставлю. Чашку потом туда положу. И я надеюсь, что это отмоется. Смотрите, открылась сейчас посудомойка. У меня уже третий раз моется вот эта бутылочка, в которой стоял желтый тюльпан. Я сняла эти этикетки. Почему-то? Почему-то. Вот третий раз моется, и до сих пор она все липкая. Вот, смотрите, даже палец прилипает. Я сейчас попробую тоже ее положить. Да, почему нет? Долго ей придется здесь стоять. А зачем? Я, как помните, бокалы мыла от чего-то тоже. Долго-долго стояли. Вот, мне писали, сделай то, сделай то. А зачем усложнять? Пусть стоит. Она мне сейчас не нужна. А я ее сейчас тоже поставлю сюда. Посмотрим, ради интереса, отойдет или нет. Девочки, сняла с сушилки. Сейчас вот пока у меня тут закипает, быстренько там сушилку освобождаю. Я не знаю, вам видно или не видно. Вот здесь пятно. Это Лешина футболка. Причем я на это пятно брызгала. Сейчас скажу. Пятна фаберликовские у меня есть. Такой спрей точечно наносить. Девочки, вот, представляете? И, что-то, какие-то тут я еще пятнышки видела. У меня в эту кастрюлю навряд ли все влезет. Но я, знаете, что хочу сделать? Штаны положить и вот просто верхушку. Ну, что-то где-то нету, что ли, пятен? А вам не видно. Вот, видите, точечные какие-то. Он, видимо, обрызгался чем-то. Вот тут вот немножко. Но это ладно, оно не видно так, чтобы это... Вот пятно, понимаете? И вот фаберликовский не справился. У меня еще есть, знаете, какой? Фаберликовский, который с хлором, но он белесые пятна оставляет. Я его не использую. Вот на таких вот. На белом можно, а на этом нельзя. Поэтому я тоже положу верхушкой вот этой. Вот, девочки, развернула штаны. Это, получается, правая штанина. Вот она вот такая. Правая. Просто там засвечивает лампа, которая, ну, кухонная. И что здесь еще на попе? Ой, извини, Ирис, я тебя задела. Вот на попе. Ой, еще вот задела. Девчонки, поставила доску. Не знаю, можно ли в раковину прямо горячую кастрюлю ставить. Так, берем, значит, пятновый водитель. Кстати, что здесь про него? Так, в горячую воду. 90-100 градусов. Без хлора. Не вызывает аллергии для детских вещей. Но я вам это все сказала. И так, вот здесь вот спаре посыпалось. Тут QR-коды, пятновый водитель, швабра с отжимом и ведром, спрей-швабра, средства для пола, средства для посуды, таблетки для посудомойки, кстати. Вот. Ну, это инструкция, смотрите, рассыпалась. Ну, ладно. Положу две ложки. Обычно, знаете, так не то, чтобы, конечно, экономлю. Ну, ложечка в комплекте. О, да. Я почему сюда и положила, чтобы, если вдруг чего. Ну, что, девочки, девочки, кладем. Реакция идет. Можно, в принципе, не дожидаться, когда она закончится. Кислород активно начинает действовать. Я надеюсь, что нами будет все нормально, и они ему нарезут. Так, мне надо принести. Сейчас из ванной принесу ложку. О, красота какая. Это как раз моя ложка рабочая для таких вот целей. Без хлора. Хорошо хлорка не пахнет. Я раньше, знаете, как выводила пятна? Блин, белизну лила. И знаете, сколько вещей испортила? Так, давай без бок, а туда же. Влезет. Ничего страшного. Кстати, а может мне на это пятно... Вот мне просто интересно, если я... Мне же только точечно надо, девочки. Правильно? Мне же еще полотенчиком надо засунуть. Ой, смотрите, вода-то уже темная стала, девчонки. Класс. А я еще другую укладываю вещи. Облегчает, очень облегчает. Зато ты не думаешь, не застирываешь, воду не тратишь. Ну, понимаете, да? Здесь одно, а другое компенсируют. И трудозатраты. Девочки, вода порозовела. Девчонки, вода порозовела. Ладно. Слушайте, девочки, я просто сейчас ковыряю здесь. Я водой разбавила еще, у меня не так сильно горячо, но пар идет. Ну, все, кепка чистая. Просто единственное, что... А, нет, это просто... Тут поролончик, я думала, что это розовая часть. Не, нормально. И полотенце хочу посмотреть. Ай, блин, горячо. Слушайте, ну, смотрите, уже все чисто. Ну, прям моментально все вывелось. Изиклин работает от пяти минут до часа. Ну, в принципе, смотрите. Наверное, застарелые пятна надо подольше подержать, но у меня не сильно застарелые, видимо, не сильно ядреные. Девчонки, вообще нормально. Сейчас постираю, высохнет быстро. Мне еще в вазон сходить надо. Да ведь мою чашку нельзя мыть в посудомойке. Да, может быть, из-за средств. А если сейчас кипяток и вот это вот все. Не попробую, не узнаю. Девочки, я же прям испугалась. Ну, слушайте, сейчас. Ручку убережем. Вот на пенке уже темное, 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 темное. Ну, налет вот этот вот отходит. Ой, кастрюль становится чистой. Я прям вижу, как она белеет. Вы понимаете? Пусть лежит. Я говорю, изи-клин очень облегчает задачу. Очень. Сейчас вот прям две минуты, наверное, полежит. И я потом сюда же... Ну, ладно, пять минут. Почему пять? Потому что кипяток. А у нас проводка. Проводка у раковины, она же пластиковая. Мало что-нибудь. Сейчас немножко вода подостынет. И я вылью. Отлично. Отлично. А золото-то мое на месте. Ну, чашка уже все чистая. Золото не облезло? Так, девочки. Кастрюля чистая. Помните, какая она была? Какая она была? Ну, пригоревшая там что-то. Желтая. Вот она чистая. Она не кипельно-белая. Она такая бежевая, молочная. Не знаю. Внутри сама по себе. Ну, чистенькая. Ну, чашка, понятно, что чистая. Она уже сразу же почистилась. И бутылочку я спокойно губочкой оттерла. Вообще, просто спокойно. Поэтому тоже отлично. Так бы она у меня долго намылась в этом, в посудомойке. Девочки, практически высохло белье. Я еще, конечно, что-то стирала в стиральной машинке. Но показываю то, что мы с вами очищали. В общем, вы посмотрите. Вы посмотрите, все чистые штаны. Я очень переживала, что они, во-первых, покрасятся. Но видите, очиститель он и для цветного белья. Но я действительно переживала сильно, что вот именно вода была розовая. Вот. Все чистенько, все хорошо. Правая штанина. Девочки, главный сам факт того, меня устраивает полностью, что просто положил. И не надо ничего тереть, нервничать. Ну, как бы, вот, показываю специально при хорошем освещении. Лешина пятна... Лешина... Лешиного пятна здесь нет. Все хорошо. Полотенчик тоже, естественно, чисто. Вообще, вот эти вот органические загрязнения, они прям моментально удаляются. Ну, и кепочка тоже чистенькая. И Lucky Child, видите, подтвердил свое качество. То, что какие все-таки качественные вещи, да, и краски. Считайте, практически в кипящую воду положила штаны. И не села ничего. В отличном все состоянии. Вообще здорово. Я довольна. Потому что я боялась, что... Очень мне нравятся эти штанишки. Я боялась, что они, ну, могут подсесть сильно или покраситься. Ну, я уже повторяюсь. Ну, что, девочки, универсальный пятновыводитель EasyClean отлично работает. Я даже практически в нем не сомневалась. Ну, ладно, сомневалась, честно скажу, по поводу фельденных штанов. Ну, вы видели результат. Ну, у меня теплилась надежда, что все-таки он справится. Все отлично. Поэтому я смело могу его рекомендовать. Заказать его можно на Озон и на Валберес. Ссылочки оставлю в описании под видео. Пожалуйста, пользуйтесь. И очень облегчает жизнь. Очень. Вот честное слово. Когда у меня Федя что-то испачкалит... Мам, ну ты же постираешь. Ну, конечно, мама постирает. Ну, то есть не мама, машинка стирает. А EasyClean мне в этом поможет. Поэтому, девчонки, вот я от души. Так, а я сейчас, знаете, куда пойду? Сейчас я чаю попью в своей чистой чашке и пойду в Озон. Для моих беспроводных наушников пропал провод. Зарядка. Ну, уже нашлась. Ну, и у меня уже и с Азона пришла. Она 190 рублей стоит. Ну, Леша говорит, ладно, заберешь на дачу. И здесь другая, ну, будет одна. Дом, короче, вы поняли. Я говорю, ну, ладно, пусть будет так. Схожу в Озон и схожу за Арсением. Потому что он меня просил. Говорит, ты меня заберешь. Ну, встретишь, встретишь. Он не заберешь, а встретишь. Говорит, ну, пойдемте с нами, прогуляемся вместе. И с вами? Да что ты? Да что ты? Девчуля. Девчуля, что ты? Тоже оставили ее, когда это... Арсений говорит, ну, и Федя тоже просит на дачу взять. Я говорю, нет, не возьмем на дачу, потому что старенькая. Там же визжат, все кричат. А дети, девчонки, дети уже взрослые. Они играют в эту стоп-земля. А у нас же много уголков, где можно спрятаться. Ну, как бы это типа стоп-прятки, стоп-земля. Наконец-то я суть знаю этого, этой игры. Потому что до этого я как-то не понимала. Только они, думаю, на площадке, на площадке. Потом говорю, а смысл? Рассказали мне. Вот. И я к чему говорю, что так визжат, так кричат. Это когда они маленькие были, и маленькие приходили. Они как-то молча все это было. А сейчас это... Ой, гоняю, гоняю. Леша стесняется. Он мне говорит. Ну, в общем, гоняю. Ну, и мальчишки тоже понимают. Я говорю, ну, вы же не ходите к другим? Вот столько времени не проводите у других? Дайте нам немножко отдохнуть. То они вдвоем шумно. А тут вообще по 10 человек бывает. По 12 бывает. Вот. Не запрещаю, но говорю, допустим, мы будем есть спокойно. Бывает такое, что раньше вот ели на площадке дети. Это было тихо. А сейчас это все шумно, спокойно не поешь. Вот. Или просто говорю, так, ребята, у нас вдоль забора же велосипедов куча стоит. Выходишь? Прямо это автостоянка, велостоянка. Я говорю, все, идем погуляем. Там, тут футбол начинают, у меня на участке, у меня там цветы. Одни вылезли. Леша косил, скосил, сейчас скажу, косту голубую. Представляете? Ну, чуть-чуть, правда. Но я сама ему не показала ее, потому что я даже не видела, что она там вылезает. Они позже лезут. Какие-то пораньше, какие-то позже. Целый костик один скосил, тоже очень красивого цветка. И флокс один. Ну, тот флокс, он какой-то диковатый такой, мелкий. Мне он не нравится. Ну, короче, не парюсь. А вот кустик-то скосил, он такой зелененький, а потом оранжевыми цветочками цвел. Ну, ладно, что? Дело сделано. Я, конечно, ну, огорчилась, но дело сделано. Ладно. Попью чай, пойду. Посмотрите, это, превьюшка, девочки. Это я, знаете, к чему? К тому, что она вечно сядет возле чего-то, что я поставлю. Ну, и здесь тоже, да, Ирис? Открылась. Не хочешь сниматься? Я же тебя давно не снимала, девчоль. Давно не снимала. Пять ног. Девочки, не встретила я Арсения, не сходила, потому что у меня образовался экстренный, ну, блин, не экстренный, внеплановый созвон. И мы с ним списались. Я говорю, туда в Азон схожу. Он говорит, я с тобой пойду. Вот, сейчас пришел, позвонил, идет со школы. Ну, в плане, позвонил уже в домофон, открыла ему дверь. Вот. И что хотела сказать. Машинку же я запустила, а я не могу ее оставить. Мало того, я не стараю по времени, да еще и мало ли вдруг что-то произойдет. Вот, она сильно же шумит. Сейчас вот будет уже отжимать. Вот она шумит, когда отжимает. Полощит, наверное. И никогда ничего не происходит, да, но мало ли вдруг. Поэтому не надо тут это экспериментировать. Шумит, но главное стирает. Блин, дверь-то не открыла? Привет. Привет. Поздоровайся с девочками. Семь лет. Где девочки, да? Не холодно? Нормально по футболке. Спотел. Спотел? Жарно? Что-то? Где потрогать? А, под рюкзаком? Угу. Не, ладно. Девчуля пришла встречать, не видно ее. Чего ты тут? Ты чего-то мне тут не давала, скажи мне, пожалуйста. На, виси. Продавай. Хорошо. Хорошо. А что, как долго шел? Не знаю. Не знаешь? Девочки, вы понимаете? Говорит, вот так буду улыбаться. Не надо так улыбаться. Слушайте, хотела вам сказать, мы во время ужина сжем свечу. И она долго не... Ну, долго ничего с ней не происходило. А тут, смотрите, как бы треснуло. Это наша свадебная свеча. В общем, мне ее жалко было. А потом я такая думаю, что за бред вообще. В общем, вот такая вот на такой тарелочке бумажной. Причем эту тарелку, она бэушная. Ну, мы ее использовали. Две у меня такие относительно чистых были. Я их помыла руками. И оставила. Думаю, может быть, какая-нибудь аппликация я там буду делать. Горошек пригодится. Потому что, ну, вы же знаете, я люблю. А потом думаю, на что мне свечу поставить. И вот как раз на тарелочку. Мне так нравится. Вот прям очень нравится. И вот, говорю, никому не трогать. Кто-то уже ее отставил. Оно прилипшее же было. Вот. Вот такая вот композиция. Салфетки закончились. Надо купить. Вообще, конечно, удобнее, когда из фикс-прайса вот эти вот достаешь. Кушай. Приятного аппетита. Спасибо. И витамины не забудь выпить после еды. Вот. И что я говорю? Ну, все равно надо купить. Но мне пока нравится. А потом на дачу везу эту коробочку. И будет все хорошо. А, что я хотела сказать. Представляете, девочки, не ест в школе. Я говорю, что тебе сегодня давали в школе? Запеканку. Представляете? Я говорю, ты пробовала? Нет, она кислая. Вообще, вот то есть он идет в школу, он не завтракает. Потому что он сейчас очень тяжело встает. Да, Арсений? Обычно он ждал. А сейчас, ну, устал, видимо. Да? Конец учебного года. Ладно, приятного аппетита. Мы вышли на улицу. Посмотрите, какая красота. Проходим. Ой, они пахнут. Девчонки. Они так похожи на тульпанчики. На этом тульпанчики напишите, пожалуйста. Вы же знаете. Я уверена. Такие красивые, такие нежные. Прям вообще. Ну, как пахнут. На расстоянии хорошо, так вблизи не особо. Ну, красиво. Арсений вошел, а я остановилась вам показать. Барвинок цветет. У нас на даче тоже есть такие цветочки. В этом, в зарослях травы. Красиво цветет тоже. Такой нежный. Покажу вам немножко наш район. Это спортивная школа. Энергия. Вот из-за этой вот верхушки у нас дома плохой интернет. Вот эта вот штука перебивает. Поэтому, ну, не только у нас дома. А в принципе. Мы сейчас в озон идем. Вот сюда как раз дети ходят на тэквонду. А вообще это женская баскетбольная школа. Так, слушайте, знаете, сколько градусов очень печет мне в спину? 26. Баба сказал 25. Ну, неужели. Нужели правильно сказала? Угу. В общем, вот здесь вот спортивная площадка от Энергии. А, баскетбольная. Когда я расшел внутреннюю руку. Ага. Каштан цветет. Девочки, каштан цветет. Класс. У нас, когда я жила в Брянской области, в Новозыпкове, прямо во дворе нашего дома. В частном доме я жила. Роскаштан. Ну, у нас двор был на две семьи. На нашу еще соседи. Видите, вообще это такой длинный дом на четыре семьи. Как бы квартира считалась. Сейчас, подожди, покажу девочкам каштан, кто не видел. Мне так нравились. И соседи другие, которые потом появились. Купили вторую половину. Они его прямо у калитки, представляете? Они его вырубили. Классный. Чего? А где фрукты? Каштаны. Каштаны. Фрукты. Я бы сказала, тогда это орех. А каштаны-то что? Кто? Фрукты? Ой. Так его. Забыла, девочки. Что? Так душно, прям дышится тяжело. Голова болит? Он сейчас на улице. Режет от солнца? Да. Сейчас же мы в тенечки идем. Дождичка бы. Чтоб травка поросла быстрее на даче. Он озон приехал. Дал пять. Там рука была. Вот здесь у нас озон. Спортзал. У меня в планах есть когда-нибудь сюда ходить. И, по-моему, гостиница. Представляете? Это мне тут, ну, приятница сказала. Родительница. Там одного девочки. Одного девочки в классе говорит. Гостиница. Я говорю, где я здесь? Я сейчас как раз спрошу. Мне прям так интересно стало. Для времяпрепровождения. С мужем. Гостиница. Сменить обстановку. Понимаете? Арсений говорит. Мы ради этого пришли. Лучше его, наверное, не доставать. Это USB-провод для наушников беспроводных. И я думаю, чтоб не потерялся лишний раз. А тоже я просто... Их зарядок много. Всяких разных. Вот. И я резаным пакетиком. Это для куколки? Да для наушников. Ладно. Короче. Спортзала здесь нет. Спортзал вот именно вот этот, который относится к спортивной школе. Дезинформировали. Ну, там просто администратор сидит. Зато я узнала, что там можно ксерокопии делать. 15 рублей лист стоит. Ну, неважно. Отсканировать можно. Чего-то куда-то отправить. Что-то там еще. Вот. Любая услуга стоит 15 рублей. Вот. И... Там есть номера. Для спортсменов. Я говорю только для спортсменов. Она говорит, нет. Не только. В общем, одноместный номер. 1300 стоит. Двухместный. Кровати отдельно. Стоит 2300. А дальше я уже не помню цены. И в номерах кровати. Там, тем более, 1700 там что-то. Нет, такое не говори. Может, 2700 говорили. Пятиместный есть. Двухкомнатный. Что-то там такое. Это чем это? Это когда вот приезжают спортсмены соревноваться. Остаются в гостинице в этой. Вот. Ну, типа переночевать. Мы сейчас пойдем в пятерочку. Снимем деньги. Я сегодня должна 100 рублей. Смотрите, прям у глаз. Я... В общем, надо было. Одолжила у него 100 рублей. Наличка нужна была. И мне надо сейчас снять, ему вернуть. Вот. А тут у него тоже мероприятие в школе было. 180 рублей надо было на это мероприятие. Как называлось? Шоу чего-то там. Мир шоу еще там. Да, Мила тогда? Да. Ну, что-то там. 180 рублей надо. Тоже брали у него в долг. Ну как? У них в копилке... Не переживайся. Лучше не произойдет. Два раза подкинул, два раза мимо. Мама. Ну, что там они? Я не сама. Они в коробке. Ой, девчонки, пошла, короче. Смотримся позже. Девочки, я сижу с вами, разговариваю. А у меня камера не записывает. Вы представляете? Нездоровая фигня, я вам хочу сказать. Пришли с Арсением. Ходили же в магазин. Я там сняла деньги. Вернула ему долг. Купила салфетки. Вот сейчас положила. Потому что закончились. Ну, еще конфетки. Все, больше ничего не покупали. Арсений пошел на улицу. Уже и Леша с Федей приехал. Я Феде говорю, пойди поздоровайся с девочками. Не хочу. Я говорю, пожалуйста. Он говорит, не хочу. Я говорю, ну как хочешь. Девочки, хотела вам кое-что рассказать. Это я ведь повторно говорю, понимаете? Но видео, видимо, получается длинное. Завтра я запишу, стараюсь записать отдельное видео. И оно будет про сибирское здоровье. Есть что сказать. Но, чтобы не тратить время, вот специально в конце решила вам показать. Я сегодня в телеграмме своем. У меня закрытая группа, кто не знает. Ссылка в описании под видео есть. Показывала витамины, которые пью. Но не говорила еще, какие. Сейчас как раз попозже запишу. Наверное, сегодня, если получится. Сейчас буду ужин готовить. Я еще не решила, что. Хотела плов, но жарко очень на улице. Поэтому сейчас у Леши спрошу, что он есть. Не хочет сейчас. Ну и есть первое, конечно. Вот. Буду готовить. В общем, смотрите, девочки. Я купила витамины антистресс. Мне есть, что вам рассказать. Зачем, почему и как. Это витамины инновационной технологии. В общем, витамины антистресс. Небюджетные. Серия Nutrition. Я пила уже одну упаковку из этой серии витаминов, только не антистресс. Антистресс я намеренно заказала, потому что я поняла, что мне они необходимы. Вот в следующем видео, да, вот я почему и говорю, что будет отдельно по сибирской здоровью, я расскажу. Вот сейчас в сибирском здоровье как раз идет акция. Ее никогда такой акции не было. На них 1000 рублей скидка и минус еще кэшбэк. От 15 до 25 процентов. Это для тех, кто впервые регистрируется. Ссылку на регистрацию или на эти витамины, вот если хотите, посмотрите. Я оставлю в описании. Просто, девочки, они не то что работают, они офигенно работают. Понимаете? Вот я уже пила из этой серии Nutrition другие витамины. Причем я про них не говорила у себя в телеграм-канале. У меня есть закрыт телеграм-канал. А я об этом сказала или хотела сказать, девочки? Вы понимаете? Нет, вы вообще понимаете, что происходит? Мне это жизненно необходимо. Может быть, по мне и не скажешь, но причина у меня для этого есть. Очень красивая упаковочка. Здесь 20 пакетиков. Ну, в общем, на 20 дней рассчитано. И они пролонгированного действия. То есть, получается, начинают действовать буквально в первый же день. И действие, ну, длится где-то полгода. То есть, понимаете, да? Я уверена, что я их еще буду повторять. Я их купила без скидки. Потому что я давно зарегистрирована в компании. И, соответственно, у меня только кэшбэк на них 25%. Поэтому я обязана сейчас сказать вам, да, может быть, кому-то действительно они нужны. Кто вот хочет узнать, для чего я их купила, вот я говорю, завтра видео отдельно будет. В Телеграме буду об этом рассказывать. И вообще серия Nutrition. Там разные витамины. Очищение есть. И витамины красоты. Ну, в общем, разные серии. Можете зайти посмотреть. А почему я сейчас говорю про них? Потому что время сейчас такое. Во-первых, все находятся в очень тревожном состоянии. Многие не понимают, почему я общаюсь со своими девочками, да, и с подругами, и с приятельницами. У всех такое непонятно какое состояние. И вот как раз Сибирское Здоровье заботится о своих клиентах. Ну, условно говоря, понимаете, да, это действительно очень хорошо работает. Я сейчас никого ни к чему не призываю абсолютно. Я просто показываю, что купила я. И рекомендую. Рекомендую, потому что магний в этот раз я не покупала. Здесь в составе есть магний. Состав здесь очень хороший. Здесь улучшенная формула. Она не то, что улучшенная. Инновационные технологии, понимаете? Здесь все подобрано. Подобрано так, что вот магний, девчонки, я же его пью на регулярной основе. Он же необходим всем, ну, вообще и детям, и взрослым на регулярной основе. Но детям еще куда не шло, да? Детям омега необходима. Витамин D одевай. А взрослым, он не вырабатывается организмом, он только расходуется, его надо постоянно, постоянно, постоянно. И вот, понимаете, я магний дошла до того, что я по 8 капсул в день пила. Он работал. Он работал. И через 2 часа мне необходимо было снова его пить. И вот так я в течение дня пила магний, представляете? Ну, до чего дошло. Расскажу, почему так. Почему? Да, в принципе, ну, чего. Вот. А сейчас... Девочки. Смотрите. Блин, я даже безэмоциональная. На самом деле, я читала... Я отзывы вообще не читаю. А у нас есть в компании общий такой чат, где мы делимся своими отзывами. Почитала я про него отзывы, кто что пишет, в плане, как работает на ком. Вот на мне... Вернее, я принимаю в обед. Вы видите? Я принимаю в обед. И мне хорошо. А к вечеру у меня стал улучшаться сон, в плане, вот, за 3 дня. За 2 дня. За 2 ночи. Не то, что улучшаться. Я стала высыпаться и раньше ложиться, потому что я хочу спать. Если, ну, вот, выпить, допустим, с утра, то еще раньше, наверное, захочется спать. Я вот пью именно вот, ну, где-то плюс-минус во сколько. Ну, там, с часу до трех, вот, в такой промежуток времени. Вот. Так что, девчонки, я прям... Ой, в подарок кому-то, возможно. Но, смотрите, это прям премиум-упаковка. Она еще в следе была. Прям приятно трогать. Вот. Так что, девочки. Так что, девочки, да. Время пришло. Что? Ага, сейчас. Все. Буду с вами прощаться. Буду монтировать этот влог. И встретимся, наверное, завтра. Спасибо большое, что были с нами. Всем пока. Сказала, будешь готовить плов? Мне сказали, буду монтировать влог. А я сказала, буду готовить плов. Как все запущено, девочки. Я же говорю, витамины мне необходимы. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.